Пока что стабильно. На заседании Аперштаба по предупреждению завоза и распространению коронавируса обсудили актуальную обстановку заболеваемости COVID-19. По информации Роспотребнадзора, небольшая, но положительная динамика прослеживается благодаря высокому охвату населения тестированием ПЦР и массовой вакцинации. Также стоит отметить, что в регионе появился свободный коечный фонд. Это 46% свободных мест в медицинских учреждениях. Что касаемо ковидной инфекции, у нас в области отмечается стабилизация заболеваемости и есть такое незначительное снижение. Если сравнивать заболеваемость 1 января и заболеваемость 27 числа, у нас произошло снижение на 55 человек. То есть ежедневно такая небольшая положительная динамика у нас прослеживается. По возрастным группам заболеваемость продолжает доминировать в возрасте от 50 до 64 лет. Тяжелое течение заболеваний также снизилось. Эти обстоятельства косвенно связаны с общей вакцинацией, стартовавшей в начале января. Также стоит отметить важность сопровождения больного при инфицировании. Активную функцию здесь выполняет региональная телемедицина. Вот 19 числа был проведен прямой телефон для переадресации звонков жителей с линии 122. До этого коммуникация осуществлялась вручную, конечно, все это было медленнее и со всяческими там, может быть, огрехами. На сегодняшний день эта проблема снята. Две-три минуты до от поступления звонка и заявитель, позвонивший на 122, может получить консультацию в телемедицинском центре. Министр здравоохранения доложил о том, что в регионе сейчас есть задержка по поставке вакцины. Помощь планируют получить из соседних регионов, где численность заболеваний ниже, чем у нас. Напомню, до конца февраля в нашу область планировалось поступление 18 900 доз вакцины. Да, действительно идет задержка производства вакцины, но было принято решение, что сегодня нам должны перераспределить другого региона, но, естественно, не 18 900, сколько получится. Опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, в указ губернатора о введении режима повышенной готовности внесены изменения. Так, с 25 января на территорию Ульяновской области разрешается проведение банкетов, свадеб и торжественных мероприятий. Работа ресторанов и кафе продлена до 23 часов. Количество зрителей в кинотеатрах и концертных залах увеличено с 30 до 50 процентов. Нахождение граждан дома в возрасте старше 65 лет теперь носит рекомендательный характер. Антон Никонов, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ.